У нас Андрей Скапинч на прямой связи, хореограф из Киева. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы говорим о событиях в Украине и в Киеве в том числе, и вот выходили уже тоже в наш эфир жители этого города. Настроение, конечно, тревожное, ожидания тревожные. Что у вас, что вы видели, что вы слышали и чего вы ждете сегодня? Я приехал в Киев, слава Богу, в последний день перед началом войны, и у нас, конечно, этого вообще невозможно даже было представить, что такое начнется и что такое возможно, вообще такое возможно в наших временах. Мы проснулись, как и все. Да, Андрей, слышите ли вы нас? Да, мы проснулись, как и все, вчера в 5 часов утра от взрывов в окрестностях Киева. Конечно же, все поймались в ступор и не могли поверить, что это возможно было, что это началось. Вчера был сложный день, сложный день именно начать вообще принимать это. Понять это невозможно. Начать это принимать, и когда у тебя дети — это страшно, это очень страшно. Хотя нам, конечно, Киеве немножко полегче, чем всем ребятам, которые в городах, которые на передовой, и солдатам, в общем, и всем, кто обеспечивает нашу безопасность. Ну, Киев сегодня, он готовится к этой масштабной обороне? Вот что происходит сейчас в городе? Ну, в 4.20 все, опять же, проснулись в 4.20 от залпов ракет. Украинские ПВО сбили эту ракету, это было недалеко от нашего района. Естественно, все дети проснулись, естественно, все испугались. Мы уже были готовы собираться идти в, значит, в бомбоубежище, потому что по звуку это было похоже как на несколько выстрелов градов подряд прилетевших. Ну, это оказалось сбитой какой-то, значит, либо ракета, либо баллистическая, либо тактическая. Ну, в общем, и она упала на дом, естественно, жилой, потому что она летела над городом. Еще несколько было ракет, дальше было чуть-чуть потише, ну и дальше началось. Началось прямо масштабное наступление на Киев со стороны Белоруссии. И вчера было жарко возле Киева, это было Гастомель, который отбили аэродромы. Это вот такие вот. Потом под Иванковым взорвали мост, чтобы уже русские войска не прошли бронетехника, и они пошли опять на Ворзель, на Ирпень. Это я видел уже видео с наших друзей, присылали из Ирпеня, вот что там уже прошла техника, и там бои, подбитые автомобили, раненые люди. Господа из России могут говорить, что это все сделали, как это происходит в течение восьми лет. До россиян доносят только то, что это все делают украинцы. И как бы, в общем, слышна канонада, постоянно звучит сирена. В течение дня уже несколько раз звучала сирена, много народу из Киева уже выехало. Но мы остаемся в Киеве, мы остаемся здесь, со своим президентом. Кстати, про Владимира Зеленского, потому что, вот как раз говорили, что если раньше, до войны, его критиковали, поддержка его была, ну, кто-то поддерживал, кто-то не поддерживал, как, в общем, обычно бывает в результате демократического процесса, то сейчас его фигура, она консолидирует вокруг себя украинцев. Что вы думаете о Зеленском, его роли? Я так понимаю, что вы знакомы, да, с Владимиром Зеленским? Ну, мы, конечно, по ранней работе, по сотрудничеству мы знакомы, и поэтому мы вообще ни капельки ни разу не сомневались и не сомневаемся. На него выпала очень-очень большая работа и очень большой вообще горе, и все, и пандемия, и сейчас, значит, это война. И он уже третий сутки, мы видим, не спит. В общем, объединяется Украина ради Украины, потому что то, что говорят русские, что нас нужно освободить, и это пишут наши знакомые, это вот самое обидное и самое ужасное, что я не знаю, чем они там полоскаются, мозги свои плавленные сырочки. Но нам рассказывают, что вы не беспокойтесь, в людей стрелять не будут, это всё только лишь для того, чтобы вас освободить. Я не понимаю уже восемь лет, от кого нас освобождают. Я не понимаю, кто нас захватил. Может, нас… Ну, это для меня неясно. Поэтому у нас, конечно, рвутся связи с близкими, с ребятами, с которыми мы работали, с которыми мы сотрудничали. Я вижу, что у них, ну, они не готовы слушать. Они готовы слушать телевизор, но не готовы слушать друзей. Вот, кстати, такое наблюдение, может быть, у меня поправится. Ещё если история с Крымом многими была воспринята, там, на той стороне, окей, Крым, наш там и так далее и тому подобное, была какая-то радость, эйфория определена на части людей. И даже в Фейсбуке своём я это видел. А сейчас я вижу либо совсем те, кто, да, Путин всё делает правильно, но их меньше. А, скажем, люди, которые могли бы, наверное, принять историю с Крымом, они не принимают эту войну. То есть как раз людей, которые могут это поддержать только потому, что им говорят по телевизору, кажется очень субъективно, становится меньше. Вот у вас нет такого ощущения? У меня вот в течение этих двух дней, которые прошли, которые вот идут сейчас, очень чётко разграничилось отношение и фильтр, фильтр друзей, друзей и друзей действительно. Те, кто друзья, они пишут искренние слова сочувствия, им стыдно. Они просят прощения. А те, кто, получается, принимали и то, и то, они вот, значит, пытаются рассказать нам, что мы вот, значит, все фашисты тут и кушаем детей. И, конечно же, вот такую историю, не могу распределить их сколько, но в моём окружении именно русских, россиян, россиян, я думаю, что вот где-то у меня там процентов, ну, я даже не могу сказать, наверное, 30 процентов таких, которые осознают, плачут вместе с нами и переживают, и готовы, ну, и всё время пишут, спрашивают, интересуются. И вот так вот. Ну вот ещё как раз наши зрители задают вопрос. Как вы думаете, возможно ли ещё переговоры? Путин сказал, что он согласен в Минске переговорить на его условиях. Как мы понимаем, но это... Да, извините, да, я вам сейчас скажу. У нас, конечно, много об этом идёт речь, конечно, идёт об этом речь. Но мне кажется, что вот эта вся история с переговорами... Ну, я же тоже понимает, я же хореограф, я работаю с детьми, для меня дети важнее. Но мне кажется, что вот эта история с переговорами вся была зависит от того, как прошли эти два дня и как пройдут эти два дня. Украинская армия неимоверная. И поэтому, возможно, что вот это продолжительные атаки... Вы знаете, мне ещё страшно, вот сейчас действительно страшно за эту ночь. Если у нас бомбят Харьков из Градов, если у нас бомбят Ахтырку из Градов, и это всё в живом есть, всё в доступе, у нас попадание Градов и в больницы, и в детские сады, то я не знаю, что сегодня ночью будет. Я уверен, что Киев тоже сегодня получит. Сегодня будет жарко ночью. Мы, конечно, остаёмся дома. Мы никуда не уехали, мы здесь. Посмотрим. Эти переговоры, естественно, результат вот этих боевых действий, это исключительно моё мнение. Вот как наша армия сегодня отобьёт это всё, такой будет и исход переговоров. Я так думаю. И мне кажется, что... Я, к сожалению, не слушал, что говорила. Я не вовремя подключился. Но моё впечатление складывается такое, что Европа и Америка, они как будто сдают Украину. Ну что ж, Андрис, спасибо вам, что вышли в прямой эфир. Мы ещё будем с вами связываться, если не против. Ну и надеемся, что эту ночь... Надеемся, что эту ночь мы будем спать, что дети наши не будут плакать. В общем, и, как говорится, чтобы наша армия выдержала.